Ирина Медникова, журналист. Я работала около 8 лет в журналистике, в таких газетах, как Республика. Писала для Forbes, Esquire, Asandi Times и так далее. Сейчас работаю медиаконсультантом для ООН «Женщины» и, кроме этого, возглавляю Молодежную информационную службу Казахстана. Насколько женщины представлены в средствах массовой информации, это, на мой взгляд, напрямую зависит и связано с тем, насколько они представлены в политике, в экономике, в своих профессиях, в бизнес-секторе, в искусстве и так далее. Потому что для того, чтобы попасть в СМИ, получить вот этот микрофон, доступ к выражению через СМИ, женщина должна быть носителем информационного повода, носителем каких-то фактов или важного общественного, важного для общества мнения. Если мы посмотрим на представленность женщин в политике Казахстана, мы увидим, что на протяжении последних десяти лет эта представленность росла, понемногу наросла. Сейчас мы имеем в правительстве 16% женщин, имеем в парламенте 26% женщин. У нас есть сейчас и были в прошлом несколько женщин-министров. И в целом у нас представленность женщин в госорганах порядка 30%. Ну то есть и следовательно СМИ, предоставляя вот этот микрофон государственным органам, получают 30% мнений женщин и 70% мнений мужчин. Что касается доступа к СМИ женщин в целом, женщин как части нашего населения, в особенности женщин в областях, в селах и так далее, то здесь, наверное, на мой взгляд, большая проблема с институтом СМИ, с самой журналистикой. Потому что сейчас в освещении вообще проблем регионов, вообще этой теме, на мой взгляд, уделяется очень мало внимания. У нас новости, они сконцентрированы все-таки вокруг больших государственных событий. Это новостные ленты, которые перепечатываются средствами массовой информации, дополняются комментариями экспертов. Также потом в этих же темах берутся интервью, и мы как по накатанным рельсам постоянно едем на одних и тех же темах. И СМИ, наверное, не делают этого шага в сторону и не погружаются глубоко в проблемы народа.